приветствую вас дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно отлично ну собственно мы начинаем традиционный наш вебинар по средам он будет не каждую среду идти сейчас то есть он будет идти примерно два раза в месяц мы будем несколько менять формат будут приглашенные гости в том числе из головной компании в том числе и наши лидеры в регионах кто конкретно взаимодействует по тем или иным направлениям адресных проектов потому что действительно сейчас работа одновременно происходит огромное количество друзья это абсолютно не может не радовать как и было обещано на прошлых вебинарах обязательно стоит остановиться и сегодня мы на этом остановимся подробно разложим по полочкам чтобы это осталось в головах всех людей кто так все слышно друзья так вот у нас тролли появились ну как вы прекрасно знаете тролли мы не боимся андрей если ты присутствуешь что могу дать права но либо тролли будут пытаться отвлекать так минутку друзьям настроим права потому что естественно сейчас будет появляться все больше людей которые попытаются сорвать какие-то встречи мероприятия конференции и на самом деле вот у владимира масла можете поинтересоваться насколько так скажем не попали в цели наши европейские потенциальные оппоненты то есть были определенные судебные разбирательства и соответственно суд был выигран непосредственно по тем обвинениям которые в нашу сторону выдвигались и это не мудрено друзья потому что уже фактически я вот присутствую в более четырех лет многие люди присутствуют уже больше десяти больше пятнадцати лет это действительно такие титаны нашего дела и те кто поддерживает анатолий эдуардовича юницкого с самого начала первую очередь это это его жена надежда геннадьевна косарева которая является сейчас одним из главных действующих лиц действительно в руках надежды находится все управление зао струнные технологии это не просто как-то номинально огромная работа проделывается и собственно поэтому только на один день надежда геннадьевна приехала на выставку и на транс и далее соответственно срочно улетела потому что огромная текучка так называемое дел которую невозможно сдержать она не ждет никаких отложать отлагательств и соответственно надежда геннадьевна подправилась решать эти дела ну и собственно сейчас у нас уже на дворе друзья октябрь то есть мы постоянно будем возвращаться к тем вопросам которые были продекларированы и анатолий эдуардович не раз то что декларировал исполнял раньше срока и собственно сейчас то что мы ожидаем тоже уже исполняется уже свершается но друзья сейчас пока нельзя говорить никакую конкретику и я хотел бы вернуться вообще к истории а как началось это развитие и как мы к этому подошли мы обязательно на вебинаре рассмотрим историю как попал в компанию как пришел какие обстоятельства собственно повлияли на эти факты павелской беда это сейчас зам директора по развитию зам генерального директора по развитию по странам арабского мира то есть это именно человек который организовывает все переговоры все сделки и все потенциальные адресные проекты на стороне skyway все что сейчас поставлено на кон ну фактически наверное огромным потенциалом и фактически ва-банк я могу сказать да не побоюсь этого слова ва-банк но история этого требует потому что собственно более чем три года уже назад могла начаться стройка и собственно анатолий эдуардович рассказывал на выступлении своем на экофесте насколько нас отбросили эти события и он был обвинен чуть ли не в международном шпионаже был вынужден очень быстро покинуть страну и собственно благо показались советчики которые организовали весь этот процесс и там была определенная подстава определенные лица сыграли собственно нас это откинуло на несколько лет назад и более 100 миллионов долларов соответственно такой оцененный ущерб и сейчас я могу сказать друзья что идет на самом деле в том числе разбирательство насколько мне известно по поводу этого факта собственно анатолий эдуардович подал определенные иски на чиновников литвы и я больше чем уверен что справедливость восторжествует и соответственно мы получим те результаты которые все инвесторы по достоинству должны получить и должны увидеть но собственно тот факт друзья что вот эти годы определенная сумма денег пролежала на счетах литвы и собственно потом была разморожена потом по этими средствами можно было воспользоваться нам сыграло это даже на руку потому что курс валюты изменился естественно положительную сторону а как может быть еще в проекте skyway потом который ориентирован на небесные технологии как их именует самый генеральный конструктор изобретатель юницкий ну и собственно это гуманистическая технология именно поэтому сейчас присоединяется огромное количество людей к развитию этого проекта собственно вернемся как начиналось арабское направление мы неоднократно вам рассказывали про другие направления про швейцарское мы рассказывали направление я думаю что владимир маслов обязательно расскажет как обстоит дело с бизнес планом сейчас ведется группа специалистов подготовка для того чтобы представить головной компанией проект сан-бернандина ну и собственно на моих глазах в каком-то плане на глазах сергея анатольевича потому что мы присутствовали наверное одними из тех людей которые были первыми после виктора бабурина после павла скобида после наших естественно стратегических инвесторов в той резиденции не побоюсь этого слова skyway для проведения переговоров вы это видели в одном из роликов недавно который попал в сеть собственно я не поддерживаю когда ролики попадает в сеть до посвящения события головной компании и предоставление конкретных фактов но вы видели что некое празднество там посуществлялось и на заднем плане накрывался стол то есть произошло какое-то торжество происходил праздник друзья и действительно по неподтвержденным слухам на территории одного из эмиратов на очень выгодном месте и собственно это реализуется уже слова антоли эдуардовича что ранее говорили высшие власти одного из эмиратов арабских эмиратов по какой причине собственно было выделено фактически огромная территория более 50 гектаров стоимостью 750 миллионов долларов то есть никто никакую аренду за эту землю не давал и собственно это необходимо и это все выдано для того чтобы мы продемонстрировали технологию skyway в условиях тропической действительности и представьте насколько будет рывок и прорыв когда будет в таких континентах в таких климатических условиях показана технология skyway то есть мгновенно откроется рынок и азии это индия это индонезия это шри-ланка и рынок латинской америки это то что сергей анатольевич франтишеком ездили договаривались насчет адресных проектов уругвай парагвай собственно естественно чили и естественно это арабский мир это арабские эмираты это все эмираты это саудовская аравия это катар это куэйт это египет и другие страны с очень жарким регионом естественно мы знаем что skyway начал свое развитие в австралии рот хук бывший министр транспортного департамента южной австралии активно поддерживал это направление и собственно из-за очень серьезной регуляции и из-за фокусировки в первую очередь на арабское направление собственно сейчас все смещено как я говорю поставлена на кон очень многое это действительно огромная ставка и огромная цена слова лично анатолий эдуардов чем юницким потому что когда говорят шейхи серьезные очень представители власти что нам очень близка ваша технология и собственно мы нуждаемся ваши технологии экономической составляющей ваши технологии абсолютно экономично экологично безопасно и так далее и тому подобное они прекрасно понимают что в их стране очень часто происходят песчаные бури различные соли присутствуют как в воде так и в воздухе фактически во всей окружающей среде и это действительно агрессивная среда обычные дороги очень часто заметает опять же из-за песчаных буря и собственно не мудрено и никто абсолютно не удивляется что там плавится не посмотри несмотря на очень серьезную современную состав составляющую асфальтового покрытия естественно весь все покрытие дороги и ничего не помогает на сегодняшний день решить транспортную инфраструктурную я бы не сказал проблему но совершить такой квантовый скачок для того чтобы еще больше раскрутить и без того раскрученную экономику по арабских стран и это страна которая готова диверсифицировать и принимать на себя в первую очередь репутационные риски собственно мы видим неоднократно что многие страны начинали свои движения активно со стороны политиков активно со стороны чиновников инфраструктурных лоббистов сторону именно вот реализации проектов skyway это индия это индонезия и по индонезии начались определенные сейчас обратные процессы и собственно мы будем освещать обязательно по поводу этого вас потому что там действительно также все логично понятно так как никто не ожидал что максимальная фокусировка сейчас будет именно на арабском направлении сейчас весь мир борется за то чтобы skyway был построен вообще на территории их стран те кто я имею ввиду принимает уже каким-то образом технологию skyway то есть начиналась индия индонезия австралия но чего-то не хватало друзья чего-то это соответственно конкретных выделенных земель часто так было что да мы выделяем землю но нужно платить аренду то есть вот пожалуйста вам контракт договор необходимо платить аренду то есть естественно сейчас минусовые расходные части ежемесячные зао струнные технологии и всего нашего направления которое мы с вами развиваем друзья они колоссальные и антолий эдуардович всегда поддерживает максимальную оптимизацию расходов поэтому такой пункты и такие условия контракта абсолютно неприемлемы и нам больше подходят те условия когда просто дают землю в аренду без каких-либо драконовских условий и соответственно даже компании которые создаются они создаются на абсолютно фактически равноправных условиях представьте на примеру таких по экономических гигантов как сша как китай стали бы они двигаться в этом направлении сейчас и как-то фактически на равных условиях то есть на партнерских соглашениях начали бы развивать проект и разрешить строить тестовые участки а там друзья на территории арабских стран не просто тестовые участки то есть это будет мировой сертификационный демонстрационный и научный центр вообще во всем мире по технологии skyway это то что можно назвать аналогом силиконовой долины это действительно аналог силиконовой долины это струнная долина и начало этой струнной долины естественно зорный шлях естественно звездный путь естественно марина горка естественно республика беларусь и честь и хвала тем людям которые действительно способствовали развитию этой технологии потому что иначе бы наши с вами инвестиции пропали бы как во многих венчурах в которых инвестиции действительно пропали то есть на некоторых вебинарах я останавливался на таких проектах и собственно вкратце я также остановлюсь на криптовалютной истории то что сейчас происходит в мире и насколько приобрели либо потеряли инвестиции текущие инвесторы собственно я на собственном примере могу рассказать что сейчас находится некая позиция боковика в плане биткоина и так далее и сейчас мы видим что такие гиганты транспортного рынка рынка потенциально услуг потому что неоднократно заявлялась и собственно джеффом бэзосом и илоном маском что будет покрытие земли интернетом что будут запускаться общедоступный космический туризм но друзья есть видение есть долгосрочные стратегии и есть среднесрочные перспективы и ближайшие планы ближайшие планы это собственно об уже продолжение реализации направления в арабских эмиратах потому что вы все догадываетесь друзья да действительно направление в одном из эмиратов объединенных арабских эмиратов уже началось и это невозможно скрыть друзья это факт свершения потому что иначе это бы казалось каким-то фарсом каким-то высокотехнологичным венчурным шоу чего не скажешь о проекте skyway потому что до текущего момента все что декларировалось было показано было разработано с максимальной оптимизации с максимальным расширением тех грани и тех направлений технологии skyway которые мы с вами сейчас наблюдаем и то что было продемонстрировано за эти два с половиной года я не говорю за 4 года друзья естественно более чем 4 года сейчас некоторые из нас участвуют в проекте skyway и то что мы сейчас видим с вами друзья это действительно заставляет удивиться того человека который только только присоединяется к проекту skyway то есть были продемонстрированы двухместный юнибайк вы видите этого красавца наверху был продемонстрирован 14 местный монорельсовый юнибус 48 местный бирельсовый юнибус два вида юникара в двух исполнениях это соответственно в 18 местный трех секционный и 6 местный на котором многие из вас из нас я это пробовал был несказанно счастлив и рад ощущение потрясающее никак не описать словами и собственно это андрей включи чтобы люди просто написали свои эмоции кто прокатился действительно на нашем транспорте на экофесте это были определенные испытания для технологии skyway потому что она принимала на борт своих будущих потребителей и достойно это испытание прошло потому что более трех четырех тысяч людей прокатились на нашем транспорте и соответственно тысячи километров были наезжены и даже такие казалось бы внештатные ситуации которые наверное одна из ста может произойти может быть из тысячи даже когда подвижной состав столкнулся с погрузчиком все было учтено и благо что это произошло на тестовом участке на нашем полигоне испытаний не побоюсь этого слова потому что в реальной действительности этого естественно не произойдет чего не скажешь о многих технологиях электрокаров когда загорались фактически батареи и грешат тем же самым я думаю и производители мобильной электроники когда нагревается аккумуляторы происходит опасность возгорания и соответственно огромные убытки компания несет ну наверное потому что испытанием уделяет не такую большую составляющей не такую большую часть так вот естественно наши арабские коллеги знают стоимость своих услуг именно сейчас это огромная благосклонность стоимость я в первую очередь имея ввиду в качестве мировой репутации несмотря на то что технология skyway движется с помощью крауд инвестинга это та система которая была создана по Анатолию Эдуардовичем в 2014 году и сейчас активно набирает обороты наверное это одна из самых мощнейших крауд инвестинговых площадок которая сейчас работает вообще на мировом венчурном пространстве Антолий Эдуардович как декларировал не раз в своих выступлениях является самым крупным инвестором собственно у него собственно самая крупная доля и он ее нам переуступает в виде схемы конвертируемого займа в этом можете познакомиться прочитать в инвестиционном меморандуме это огромный серьезный юридически многостраничный документ который подписывает и с ним я надеюсь искренне ознакомливается каждый человек который сейчас присоединяется к венчурному проекту skyway и там собственно эта схема описана более подробно это описывает владимир маслов на своих вебинарах организационно-правовых по схемам мы стараемся не повторяться друзья и соответственно Антолий Эдуардович уже более четырех лет уменьшает свою долю и как неоднократно он утверждал и подтвердил на экофесте как действительно честный человек который движется во имя гуманизма общего мирового гуманизма чтобы подтвердить наш слоган строй skyway спасай планету собственно никакого размытия никакого уменьшения доли как подтвердил нашей личной доли каждого именно активов skyway будущем я надеюсь очень ценных активов skyway не будет уменьшена то есть об этом было неоднократно сказано и неоднократно продекларировано сейчас то что продемонстрировано друзья это действительно немыслимо и это оценили наши арабские коллеги я видел насколько долгие были эти переговоры насколько много встреч было в различных эмиратах один из эмиратов собственно сказал жаль что вы появились именно в этот момент потому что собственно уже было много потрачено усилий и также репутация пришла именно на сторону технологию hyperloop то есть естественно мир нуждается в инновации естественно многое в венчурном инфраструктурном бизнесе транспортные услуги в том числе строятся на таком вау инженерном эффекте и на тот момент максимально пиарился концепт hyperloop с идеей от илона маска но то что еще 30 лет назад антолий эдуардович своих научных трудах продемонстрировал и это можно видеть еще в таких советских рисунках того времени когда вакуумные трубы были нарисованы когда собственно в том числе как сообщил нам антолий эдуардович вот даже форма подвижного состава которая является отнюдь не каплей высокоскоростного подвижного состава юнибуса нашего ю4 362 и собственно эта форма также разработана была еще в прошлом были попытки в начале реализации концепта в виде капли и мы видели первые ролики но потом в ходе продувки в аэродинамической трубе для достижения максимального коэффициента аэродинамического сопротивления сейчас этот коэффициент аэродинамического сопротивления 0.06 это просто супер показатель с точки зрения инженерной науки был достигнут и собственно та форма которую кто-то ассоциирует с птицей кто-то ассоциирует с дельфинчиком кто-то ассоциирует с ястребом если смотреть именно сзади либо спереди абсолютно идентичные хвосты эта форма позволяет делать минимальное потребление топлива на 100 километров на машину не на одного пассажира а на машину это менее 8 литров чего не могут достигнуть на сегодняшний день современные кроссоверы друзья и естественно это все было оценено естественно представители арабского мира наблюдали и смотрели за премьерой на выставке и на транс присутствовали или нет возможно были кулуарные какие-то переговоры я лично никого не видел и стараясь на вебинарах всегда говорить только факты и только конкретику которая свершилась либо в чем конкретно я либо мои коллеги участвовали то есть другого на вебинарах Skyway Capital не дано кстати по этой причине друзья вы не увидели репортажи некоторые члены правления присутствовали на том грандиозном событии которое произошло вот буквально уже день назад и дни назад и неважно во сколько оно произошло оно обязательно будет посвящено головной компании и головная компания как только это событие осветит что-то мне подсказывает все конференции переместятся именно в фактор свершившегося факта начала строительства в Арабских Эмиратах и собственно это друзья та цена которая была в плане репутации поставлена мировыми деятелями мирового масштаба арабского мира но от нас тоже с вами друзья некоторые вещи требуются у нас сейчас осталось тринадцатый четырнадцатый пятнадцатый этап и вы увидели что в краудинвестинговой системе то что продемонстрировал неоднократно Анатолий Эдуардович то что удивило наших арабских коллег что чуть более чем за пятьдесят миллионов долларов вы построили за два с половиной года ну а собственно подвижной состав высокоскоростной это менее года подвижной состав юнибус да и любой подвижной состав юнибайк то вообще просто супер быстро построили я не в курсе за сколько построили юнивинт это мой один из самых любимых подвижных составов потому что он именно подтверждается концепцией теории персонального мобильного пространства которую мы Сергею Анатольевичем именно предположили и сейчас многие даже азиатские венчурные предприниматели бизнесмены занимаются таким направлением как вообще концепция шеринга пространства рабочего пространства офисного пространства жилищного пространства потому что везде во всем мире проблема именно грамотного планомерного использования пространства и вот юнивинг который мы видим внизу но это наверное один из тех и я это не устану повторять подвижных составов которые будут продаваться намного чаще намного более больших крупных партиях чем продаются сегодня смартфоны но соответственно на высоких скоростях можно будет перемещаться наших транспортных андроидах высокоскоростного направления и то что от нас зависит друзья мы с вами сейчас обязаны это завершить и завершить до победного несмотря на те перспективы которые Анатолий Эдуардович озвучил на экофесте то что уже собственно на во время этих этапов то есть во время какого конкретно этапа не было озвучено 13 14 либо 15 этап придут определенные авансовые платежи то что будет уже точно будет реализовываться в арабском мире друзья это flexibility как говорится в английском термине кто-то может назвать упругость кто-то маневренность может назвать это одно из главных качеств и критериев технологии Skyway и в инженерном плане и в экономическом плане и в стратегическом бизнес планировании то есть это максимальная гибкость и то что появился Unibike друзья на тот момент были такие объемы инвестиций что необходимо было продемонстрировать этот подвижной состав и собственно тогда родилась концепция Sky фитнеса и это абсолютно будет применяться на мой взгляд с точки зрения именно такой как мы ввели Сергей Анатольевичем термин понятия практикующая футурология главный футуролог у нас Анатолий Эдуардович Юницкий что действительно в некоторых транспортных гаджетах можно будет именно присесть как в кабинете как в вашем отрезке жилищного пространства либо офисного пространства перемещаться в Univind либо если вы желаете перемещаться с нагрузкой для ваших ног с кардионагрузкой либо это какое-то спортивное туристическое развлечение то пожалуйста Unibike этот транспорт был продемонстрирован еще за несколько месяцев до демонстрации Unibus и Unibus от этого не отменился к демонстрации он был продемонстрирован но немножко путь шел по прямой и произошло друзья ответвление и этих ответвлений достаточно много наша технология SkyWay очень многогранна и фактически наверное все направления многогранные технологии SkyWay инженерные составляющие будут продемонстрированы в арабском мире чего по многим причинам нельзя продемонстрировать и к сожалению к нашему великому сожалению на Мариной горке то есть это естественно высокоскоростное направление но это далеко не первое направление которое сейчас необходимо продемонстрировать для арабов но для этого собственно территория в минимум 25 километров предполагается и теоретически возможно потенциально я собственно до крайнего момента буду говорить такие слова только когда я точно узнаю что да действительно еще более крупный отрезок участок пути был выделен тогда скажем что и для гипер-ю для гиперскоростного транспорта будет демонстрационный тестовый научный сертификационный участок и друзья вот если 25-30 километров еще реально было получить в республике Беларусь я присутствовал при тех обстоятельствах при тех случайностях когда наши стратегические партнеры приехали и привезли одних крупных инвесторов потенциальных естественно со своей стороны уже и они присутствовали на экотехнопарке естественно наверное все отслеживается кто приезжает когда приезжает к нам уже на экотехнопарк неоднократно приезжали арабские делегации то есть вы Алла наверное одного из ведущих именно консультантов по инфраструктурным направлением слышали но не сложилась с ним работа потому что условия сотрудничества не удовлетворяли и Анатолий Эдуардович максимум переговоров провел я могу сравнить это с тем фактом как Павел Скойбеде однажды совершил сделку и собственно одной из имуществ которые необходимо использовать для работы на территории по арабской уже резиденции Skyway арабского экотехнопарка сбавил фактически на 20% стоимость вот собственно вот этот тренд был изначально задан при переговорах и Виктор на этом присутствовал и я думаю что можно и поинтересоваться и это было сделано в ходе наработанного уже опыта Павла Скойбеда и те контакты которые у него были наверное все он использовал которые были на территории арабских стран и нас ожидает золотые времена это он сказал на выставке и я надеюсь что это подкреплено реальной действительностью и что-то подсказывает что это действительно подкреплено так как за демонстрации после демонстрации тестовых участков 20 25 километров и соответственно два с половиной километра я думаю что первым будет естественно малая площадь использована и продемонстрирована для демонстрации городского пассажирского и грузового транспорта либо только городского пассажирского этих фактов друзья я не знаю и опять же повторюсь что Skyway Capital отличает от других инвест проводящих составляющих направления Skyway что мы стараемся максимально стараемся научены четырехлетним опытом говорить только факты и свершившуюся действительность но как только мы продемонстрируем в условиях тропической тропического климата вот это городское пассажирское направление естественно там будет несколько другие виды подвижных составов очень много задают вопросов будет ли это раздельное именно для мужского и женского населения арабского либо это будет совмещено очень интересный вопрос друзья потому что кто перемещался в арабских эмиратах знает что вагоны действительно разделены и я помню те обсуждения когда в первую очередь естественно вот эти составляющие учитывались чтобы максимально следовать менталитету традициям той страны для которой эта технология реализуется естественно так как это будет продемонстрировано для высшего круга и для присутствия мировых делегаций далеко не только арабских я могу сказать что скорее всего на мой взгляд это будет в том числе некая люксовая версия нашего электрокара второго уровня и как только повторюсь это будет продемонстрировано откроется дальнейший путь на десятки и десятки адресных проектов и что существенно друзья я вот в ходе своего такого продолжительного монолога на самом деле описываю в том числе и моменты с выступления Анатолия Эдуардовича Юницкого но все моменты вы сможете прочитать в этом документе друзья то есть естественно мы на наших вебинарах не будем как-то читать цитировать но в счет этих адресных проектов было рекомендовано и естественно цена реализации первых тестовых арабских участков будет включена это я могу сравнить с действительно стандартными рыночными взаимоотношениями когда вы общаетесь со своим застройщиком когда вы общаетесь своим автодилером то есть много и часто бывают таких условий когда вы нам это продемонстрируете и потом когда вы будете получать продукт мы вам это в стоимость обязательно все в объем и все будет включено и друзья естественно это происходит на уровне контрактов и я могу сказать это благосклонность арабского мира когда не просто мы будем финансировать это направление я могу сказать что даже при текущем финансировании мы сможем это реализовать в плане инвестпроводящей системы но естественно сейчас раскручиваются регионы максимально скоро членом правления я вот буду отправляться в один из регионов африки владимир маслов инета ирина волкова в другие регионы полетят африке также у нас в самое ближайшее время планируется конференция обучения в тбилиси соответственно сопряженная с переговорами по потенциальным адресным проектам по привлечению уже крупных инвестиций с переговорами с чиновниками обязательно этот отчет сделаем от нашей поездки и всех кстати приглашают на обучение которое состоится двенадцатого будет тренинг одиннадцатого двенадцатого тренинг то есть он будет двухдневным он достаточно такой жесткий и я наверное первый раз в жизни был на ногах стоя более чем три или четыре часа это было очень тяжело но собственно это происходило по одной причине которую мы выяснили уже на второй день то есть там такие психологические всякие штуки применяются нет всякой эзотерики вау вау успешный успех этого нет друзья это также отличает обучение Skyway Capital от каких-либо других обучений ощущений вообще только факты только голая практика минимум теории и переход к действиям переход к результатам кстати франтишек solar один из наших первых топ экспертов именно вот в Словацкой республике будет демонстрировать систему дубликации то есть мы к этому долго шли и собственно это будет представлено в том числе на российский рынок это также будет опубликовано презентовано и все мы с вами сможем это использовать естественно социальные сети это направление также будет максимально охватываться сейчас кстати друзья те кто в социальных сетях чувствует себя как рыба в воде а это инстаграм это вконтакте это в фейсбуке хочет обучаться и соответственно быть одним из ведущих спикеров пишите мне на почту но действительно с опытом потому что это направление мы будем запускать такие люди тренера высшего уровня если говорить про российскую действительность это мой товарищ друг Саша Воловик то есть это такой действительно профессионал высокого уровня в плане социал медиа в плане продвижения нам нужно формировать свой авторитет и свою социальную оболочку в социал медиа потому что вот когда уже будет свершившийся факт опубликования публикации новости об начале движения в арабских эмиратах что уже свершилось в одном из эмиратов при наивысшей поддержке друзья ну собственно весь вектор мы поддержим пантулия эдуардовича в его главном принципе гибкость и мы сделаем такое ответвление стратегии skyway капитал произойдет просто веер конференции по этому направлению что это началось это декларировали гиперлуп это декларировали скайп тренд что будет в тель-авиве в израиле построена друзья ну не произошло этого и никто с этим ничего не может поделать гиперлуп не продемонстрировали даже на инотрансе какой-то мощный стенд какое-то развитие своей технологии и действительно только действия только дела и только результаты доказывают двигается технология в заданном побещенном направлении либо нет ну собственно это действительно голая правда как я ее называю и это те факты которые неопровержимы да естественно сейчас будут лить грязь все больше онлайнер и другие наши оппоненты и на территории определенных азиатских стран тоже начали пытаться как-то порочить репутацию но собственно павел сказал что наступили золотые времена и собственно он будет уже защищать репутацию потому что вы видите что Виктора Бабурина на посту сейчас зам генерального директора по развитию не наблюдается и соответственно сейчас огромная ноша огромная ответственность именно на Павле и собственно от его опыта зависят сейчас многие составляющие которые ранее зависели в том числе от Виктора Бабурина и друзья это тоже наверняка наверное не сказать что я это как-то поддерживаю потому что Виктор естественно для меня друг товарищ я знаю его как профессионала своего дела сейчас Виктор набирается новых знаний но это гибкость пути и Анатолий Эдуардович как-то себя охарактеризовал и это действительно подходит под описание того визионера того инженера который ломает стены и летит как он себя описывает как пуля и пуля не взирает на препятствия пуля не взирает на человеческие факторы на людей потому что если как-то останавливаться друзья но будет какое-то серьезное препятствие и не дай бог наше развитие остановится этого Анатолий Эдуардович не может допустить потому что на нем как раз таки юридический моральный груз ответственности наиболее крупный и собственно он неоднократно заявлял что является основным гарантом наших инвестиций друзья и это не каждый SEO не каждый генеральный конструктор не каждый создатель направления возьмет на себя частенько так бывало что те кто действительно казалось бы находятся у руля потом незаметно уходили незаметно переформатировались и собственно это история многих ICO многих крипто размещений мы видели в прошлом году бум ICO бум токеномики фейковые я могу сказать токеномики потому что друзья когда разбираешься в проекте вроде бы все хорошо и вроде бы это вау блокчейн нового поколения и многие люди стремительно бегут и инвестируют свои кровные в это направление это направление развивается казалось бы мировыми гениями но потом соответственно централизация в логике которая нарушает именно идеологию криптовалютного мира централизация и несмотря на то что собрано было немало средств наблюдается какие-то ошибки при запуске основной сети и многие отчеты доказывают что были просто выведены средства на какие нужды непонятно это анонимно это криптовалютный мир естественно энтузиасты это мониторят и неоднократно собственно финансовый аудит фактически каждый год зао струнной технологии проходит финансовый аудит и я думаю что там мониторят еще более жестче и более того надежда геннадина косарева не даст так скажем какую-то юридическую финансовую схему развития и функционирования зао струнной технологии в негативную сторону потому что это все аудируется и это все как на ладони друзья чего не скажешь о крипто мире ну а теперь мы сейчас уже находимся на свершившемся факте уже это я могу сказать вот прошло не так много времени и юни лед как я буду его называть потому что мне это родное название наш ястреб высокоскоростной он уже полетел он еще не летит по струне но он уже стремительно несется в средствах массовой информации я соответственно по своим каналам закинула в катарское направление и до крайнего момента буду сдерживать соответственно переговоры потенциальные с королевской семьей одной из ведущих катара когда не будет опубликовано в официальных новостях конкретика обязательно организуем со всеми членами правления делегацию с катара с саудовской аравии была проработка фронтишек соответственно по египту активно ведет проработку активно шла и идет проработка проработка по аргентине по чили это соответственно наши со-партнеры по сан бернандино я могу сказать что сейчас в качестве факультатива естественно на какие-то пшики не хочется тратить время но в вечернее время уделяем внимание переговорам с невадой сша то есть непосредственно с активистами ведем общение с представителями транспортного департамента невады потому что они видят эту ситуацию с гиперлупом с Илоном маском и друзья на самом деле недальновидные люди сейчас будут как-то это связывать с тем что маск выступил на шоу покурил там чего-то запрещенного друзья не в этом дело потому что есть именно жизнеспособная инженерная технология а есть та технология которая является хайпом и все строится в мире венчура на хайпе и в криптовалютном мире я в этом также убедился и более того я стал честно признаюсь друзья стал немножечко жертвой этого хайпа но это опыт и у нас в плане технологии skyway плане развития мы всегда говорим не нужно никогда входить в технологию skyway так как это высокотехнологичный венчур это инженерный венчур и соответственно да точно будет продемонстрировано и уже многое сертифицировано в плане инженерной составляющей но с точки зрения коммерциализации это уже риск и венчур поэтому входим пожалуйста теми активами которые вам не жалко пожертвовать на развитие данной технологии которая вы направляете на помощь в слогане строй skyway спасай планету то есть это для реализации инженерной технологии и я могу сказать друзья я не буду называть компанию я просто был шокирован есть такие примеры когда небольшая региональная компания я был действительно честно удивлен и подумал а где я был где я был четыре года назад фактически три года назад это свершилось небольшая региональная компания в области страхования вышла на IPO и фактически одну стоимость стоила их акции буквально за короткий относительно промежуток времени короткий промежуток это и год в такой области стоимость выросла на те иксы которые показывала криптовалюта то есть ну прилично выросла это традиционный рынок это не рынок прорывных инженерных транспортных услуг друзья я удивился я сразу вспомнил те рассказы те легенды можно сказать когда парень нашел акции норийского никеля от своих родителей и внезапно обогатился а друзья тут ноу-хау тут действительно инженерная прорывная технология которая ожидает весь мир тут технология которую поддержал арабский мир который включил демонстрацию первых связанных проектов так называемых то есть это прототипы будущих адресных проектов это части демонстрационного тестового участка и включил их стоимость будущих адресных проектов которые обязательно со слов наших арабских стратегических партнеров пойдут а тут мы можем надеяться только на эти слова обязательно после того как технология skyway будет продемонстрирована в необходимых направлениях именно уже с точки зрения тропического климата и реальной действительности жаркого климата и друзья тут я могу сказать что мужик сказал мужик сделал опять в какой раз уже факт свершился это будет официально опубликовано что там свершилось что там было заложено что там было установлено друзья к сожалению не знаю я там не присутствовал более того скорее всего я бы абсолютно не делал бы прямое включение чему несказанно рад нашему опыту тех коллег членов правления которые поехали туда и нужно уже двигаться осторожно уже как только одобрение будет получено что можно публиковать эту информацию но то что что-то произошло грандиозное и существенное это уже свершившийся факт опять же мужик сказал мужик сделал золотые времена чуть-чуть приблизились и они уже наступают наступают золотые времена это один из папаризмов который родился уже после выставки инотранс совершенно неожиданно из уст Павла Скобида потому что он неоднократно это повторял и сейчас наша с вами ответственность то что это будет построено соответственно это текущее финансирование и достаточное финансирование если говорить про криптовалютную тему и обратный выкуп то друзья тут было уже сказано на экофесте Анатолию Эдуардовичем что в октябре а я бы добавил ноябрь декабрь если говорить про криптовалютную тему потому что сейчас на мой взгляд не особо выгодная ситуация для входа на рынок и неизвестно чего сейчас ожидать от биткоина к сожалению от биткоина зависит многое многие успешные проекты на которые были собраны инвестиции которые действительно делают продукт сейчас находятся в очень большой просадке но тем не менее друзья сейчас уже разрабатывается со слов генерального конструктора на экофесте блокчейн платформа что это будет не просто криптовалюта этим токеном можно будет пользоваться в адресных проектах некоторые слова в логике именно того что я владею некоторыми юридическими аспектами я не буду повторять но я могу сказать что в плане юридической финансовой схемы наши высшие старшие стратегические партнеры с которыми я вот в том интерьере в котором мило выступила со свига skyway инвестгруппу и собственно иностранная их коллега я там присутствовал и переговоры эти вел я могу сказать что высшего уровня эти партнеры и один из партнеров имеет огромный опыт создания IT телекоммуникационных и инфраструктурных проектов а также является сам владельцем очень серьезных бизнесов на мировом уровне и сейчас юридическая схема создается в нескольких странах опять же конкретики я говорить не могу так как крайние уже новости по конкретике не знаю так получилось что направление разрабатывается в секрете и уже по блокчейн направлению мы будем видеть новости как свершившийся факт от головной компании но в своем выступлении говорил что в первую очередь он даст возможность приобрести токены тем людям которые пожелают их приобрести кто инвестировал раньше всего то есть это 2014 год далее соответственно 2015 год далее 2016 2017 и так далее и друзья будет процедура обратного выкупа в какой дате то есть там была достаточно такая связанная фраза то есть я не буду утверждать что в октябре потому что про октябрь говорила про запуск именно криптовалютного направления и связано это с обратным выкупом или нет друзья тоже утверждать не имею права но то что обратный выкуп планируется для ранних инвесторов в неких пропорциях это тоже абсолютно запланированный факт как я предполагаю это будет из тех ресурсов которые будут приходить извне в виде новых инвестиций не на именно тестовое направление арабского направления либо собственно доработки в минской области технологии но уже из других источников но это только мои предположения друзья но то что обратный выкуп будет запущен и кто-то сможет обменять кто-то пожелает обменять доли в технологии skyway на токены технопарков и адресных проектов и это позволит со слов антолий эдуардовича увидеть реальную ценность как можно быстрее стоимость того вклада который они уже совершили что будет по рыночной конъюнктуры криптовалютного мира друзья не знаю предположить не могу но одно я могу сказать что это еще больше риск чем то венчурное направление в котором мы с вами все участвуем но несмотря на риск сопряженный естественно с потенциальными высокими прибылями все большее и большее количество людей инвестирует в данное направление у нас будет активно подключаться Индия то есть буквально после вебинара я думаю приступлю переговором с очень мощными индийскими лидерами один из членов правления недавно сообщила что сверх мощный лидер мирового значения в плане построения различных краудинвестинговых систем присоединяется к нам и друзья это абсолютно сейчас не удивляет меня потому что присоединяться будет людей все больше и больше тринадцатый четырнадцатый пятнадцатый этап остались я думаю что головная компания обязательно осветит за определенный промежуток времени то что этап будет меняться и этот факт мы узнаем и я думаю что он наступит относительно не так поздно как многие злопыхатели ожидают и предполагают друзья все будет объявлено головной компанией но что я могу сказать тринадцатый четырнадцатый пятнадцатый этап это логика максимальной гибкости направление будет выбираться так как не была выделена земля вовремя высокоскоростного направления мы могли продолжить это направление проще с максимальной оптимизацией будет продемонстрировать те уже существующие в какой-то степени направления на территории на территории мариной горки но с инженерными доработками с инженерными ноу-хау для тропического жаркого климата и это я могу сказать опять же сравните с историей юнибайка когда он появился но если юнибайк нам дал концепции и потенциальные адресные проекты то тут предположительно маячат авансовые платежи как неоднократно я упоминал в ходе тринадцатого четырнадцатого пятнадцатого этапа предположительно они могут прийти со слов Анатолия Эдуардовича Юницкого и наверное слов наших стратегических инвесторов и друзья это действительно такие уже заключительные марш-броски это то ускорение то второе дыхание марафона который многие из нас с вами бегут уже более четырех лет кто-то сошел с дистанции кто-то перешел в другие направления кто-то занялся своим бизнесом но все больше и больше количество людей просыпается и спрашивает а что же происходит с проектом skyway а вы уже скоростное направление реализовали в плане подвижного состава вау вау а как найти доступ к личному кабинету кто-то потерял пароль и друзья это наверное будет абсолютно такая же ситуация в будущем как я могу предположить как когда-то кто-то потерял ключ доступа криптовалютному кошельку где находилось много биткоинов и соответственно потом эта статья массово распространилась в мировом масс-медиапространстве что я могу посоветовать не теряйте ключи к доступу к личному кабинету максимально безопасите себя продублируйте распечатайте сложите в сейф потому что предположительно это огромная ценность и собственно это также будет сопряжено не только с адресными проектами но и с тем криптовалютным направлением которое на сегодняшний день развивает головная компания ну вот так друзья я надеюсь что я максимально осветил те нюансы те сроки которые были сказаны Анатоли Эдуардовичем непосредственно на экофесте как я и обещал на предыдущих вебинарах это было сделано будет это естественно тезисный лист сбросьте коллеги тезисный лист который наш креативщик своего дела и давайте поблагодарим за составленные монограмму именно монограмму или как это называется со слов Анатолия Эдуардовича Юницкого все самое важное все самое сжатое и только факты как и бывает в Skyway Capital строй Skyway спасай планету и дай дорогу мир Транснету друзья вопросы? по поводу запуска по поводу официального запуска арабского направления это сообщит только головная компания я могу сказать что мы не подписывали конечно письмо неразглашение конфиденциальной информации и так далее но есть некие стратегические показатели которые мы как члены правления обязаны соблюдать более того я могу сказать много информации ни я ни другие члены правления не знаем многие факты с которыми я знаком и Сергей Анатольевич в ходе общения с нашими высшими стратегическими партнерами сейчас не знают члены правления и это не важно друзья потому что наиболее важно получить отмашку от высших чиновников что да публикуйте потому что они естественно в курсе они берут на себя риск репутационные что мы развиваемся с помощью краудинвестинга и именно по этой причине они на мой взгляд сейчас не инвестируют ну и естественно они открыто говорят что вы не пустили пока что скоростное направление со скоростью 500-600 км в час собственно вы не доделали пока что супер легкую трассу и было предложено некие направления уже дорабатывать создавать строить с нуля в максимальной улучшенной модификации и версии на территории уже арабских тестовых участков если это опубликовать друзья ну это будет вау новость но это будет огромный риск нашим с вами инвестициям по поводу специалистов будут работать лучшие специалисты как зао струнные технологии так и со всего мира направление сотрудничество с родом хуком наверное лучше бы рассказал лично Анатолий Эдуардович и сам род хук но что я могу сказать по Австралии там очень сильная регуляция и очень сложно действительно пробивать вот эти непробиваемые стены чиновничьего аппарата и регуляторов со стороны инфраструктурной реализации проектов Виктор можно строить адресные проекты но есть фокусировка и фокусировка сейчас заключается на арабском направлении мы со своей стороны естественно предполагаем диверсификацию и вот следование стратегии вот этой гибкости и поэтому будем защищать бизнес-план проекта Сан-Бернандино либо какого-то другого европейского проекта потому что на наш взгляд именно как стратегия развития skyway capital помимо арабского направления именно применение в тропическом климате необходимо продемонстрировать применение технологии skyway в горной местности и также создать связанный проект адресный проект это коммерческий проект в котором перемещаются подвижные составы и соответственно оказывается услуга уже с получением конкретной прибыли а тестовый участок это испытания демонстрация сертификационные участки без получения прибыли возможно так будет опять же логики гибкости сделано что какие-то тестовые направления будут генерировать прибыль но этого не знает друзья ну естественно было бы супер так друзья еще вопросы по цене выкупа но это будет я думаю что выгодно и что касается допустим меня либо тех людей кого не жмет сейчас желание продать свои активы я не понимаю искренне тех людей у которых собственно довольно неплохо в жизни все складывается они хотят продать свои активы я сто раз подумаю избавляться даже от первых небольших партий или нет по токенам многие меня спрашивают и собственно я также буду читать токеномику белую бумагу и после этого уже решать друзья всем счастливо до скорых встреч уже после грузии я думаю что будут замечательные новости по поездки 11 12 всех приглашаем кто жители грузии кто желает посетить эту страну пообщаться с профессионалами обучения с нами как с членами правления некоторыми потому что мы сейчас вынуждены максимально разделяться и друзья чего мы никогда не будем делать это выдавать желаемое за действительное и показывать что-то предвосхищение преднамеренно и без согласования с головной компанией потому что фонд skyway capital это материнский фонд юницкого и собственно здесь максимальная точность фактически как в инженерных расчетах только в плане построения от инженерных подпишись с к в Продолжение следует...